Витамы, сердечно, шановни, панельство! Привет! Сегодня мы вам расскажем о красивом месте, около которого раньше жили. Материалов мы собрали очень много, поэтому, если вам интересна эта тема в развернутом виде, пишите в комментариях, мы обязательно подготовим видео и расскажем про историю каждого здания и также про легенды, которые существуют. Мифы, очень интересные. Мифы и легенды, по которым можно снять даже не ролик для Ютуба, а целый мистический фильм. Не подумайте, что мы начали скучать по Путин Лэнду, из которого свалили. Дело в том, что Польша сейчас опять вошла в красную зону по коронавирусу, поэтому мы приняли решение укрепиться дома, посидеть, поучить язык лишний раз, ну и разобрать ту кучу материала, которую привезли из России и которую наснимали здесь. Ну, это я вот рассказывал, диск на терабайт купил, вот как раз для этой цели. Будем чуть-чуть клепать ролики, укладывать, рассказывать, ну и, соответственно, здесь мотаться. Ну, опять же, я думаю, рано или поздно этой ситуации с коронавирусом пройдет. Все встанет на свои места, все будет хорошо, как и прежде, и мы будем мотаться, показывать вам, рассказывать про прекрасную Варшаву, про прекрасную Польшу и про соседние страны. Итак, приглашаю вас посмотреть ролик. Чтобы добраться до усадьбы Кускова, нужно выйти из дома, сесть на велосипед, доехать до станции Плющева и переехать через подземный переход. И вот вы уже находитесь в одноименном лесопарке, где по асфальтовой дорожке под птичий хор вы не спеша ездите к самой усадьбе. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парк прекрасен в любое время года. Ухоженный лес и обновленные павильоны усадьбы будут радовать глаз москвичей еще долго. Итак, Кускова в настоящее время занимает 310 гектаров, находится в пределах Мещерской пивности, в Техтором ограничен двумя ветками железной дороги и автомобильной дороги. Территория парка является частью летней усадьбы рода Шереметьевых, которые они отстроили и были владельцами около 300 лет. Что мы знаем об усадьбе наверняка? Это характер и материал построек, сохранившийся, может, воссозданный, французский парк и липовые аллеи, а также разветвленную сеть прудов, водоемов, каналов и ручьев. Что нам говорят официальные источники? Туман с самого начала. Первое упоминание и принадлежность к роду Шереметьевых относится к 1518 году. Был дремучий лес, заболоченная низменность, охотничьи угодья, деревня, барский двор, крепостные крестьяне. Одним из владельцев усадьбы был Борис Петрович Шереметьев. Заработал звание графа и титул генерал-фельдмаршала на военном и дипломатическом поприще. В 1686 году участвовал в заключении Вечного мира с польской речью Посполитой и был послом в Ларшайло. Усадьба за все это время претерпела в своем развитии многочисленные взлеты и падения. Сохранилась гравюра генерального плана. Также присоединились ближайшие земли. Назначение усадьбы – загородный дом для увеселительных приемов. Сюда вложен огромный труд в фантазии, но от них невысокое искусство, так как подобные задачи и не ставились. Усадьба делилась на три части. В центре – французский парк с Большим дворцом. Английский парк Гай утрачен. Зверинец и псарня утрачены. Главной ареной в Кускове является пруд и его берега. Существующие очертания и размеры он получил в 1754 году. Имел 800 метров протяженности и 2 метра глубиной. Ближе к левому берегу пруда находится небольшой островок, который был искусственно создан и по форме напоминает орден Андрея Первозванного. Большой дворец. Выполнен из дерева, лиственницы, неотапливаемый. Роскошное убранство удалось воссоздать по сохранившимся образцам. Паркет, гобелены, картины, часы, орган и другое. К главному входу ведут пандусы с фигурками сфинксов для подъема карет. Рекомендую к обязательному посещению. В 1812 году в усадьбе останавливались войска Наполеона. В настоящее время в Большом доме, дворце, часто устраивают музыкальные вечера, концерты, свадьбы, корпоративы. А также там снималось много фильмов, в том числе «Гардемарины вперед», ну и другие. Французский регулярный парк или портер находится позади Большого дома. Геометрически спланирован, симметричен, украшен статуями. Голландский домик выполнен из камня в 1749 году в память об эпохе Петра Великого. Предназначался для отдыха гостей. Стены внутри помещения выложены роттердамской плиткой и украшены картинами фламандских художников. В небольшом садике в мае расцветают гиацинты. Между Голландским и Большим дворцом, дворцовым прудом перекинут подъемный мост. Дорическая галерея и китайская беседка около пруда голландского домика утрачены. С другой стороны парка симметрично Голландскому домику был выстроен грот. Грот возведен из камня, предназначался для отдыха гостей. В Италии в подобных гротах размещались купальни. Для украшения стен использовались раковины со всех уголков мира, мраморная крошка и цветное стекло. При входе в павильон можно увидеть уникальное полотно XVIII века, выполненное немецкими мастерами. Рядом с гротом есть небольшой пруд. Итальянский домик и менажерея. Домики для разведения птицы водоплавающей. Павильон Эрмитаж. Эрмитаж построен в два этажа с лифтовым механизмом для людей и обеденного стола. Внизу кухня. На втором этаже обеденный зал. В XIX веке все сломалось. До сих пор ничего не восстановлено. Сейчас используется как выставочный зал. По пути к аранжереи, видимо, белиск, посвященный Екатерине Великой в честь ее очередного визита в Кусково. В большой каменной и соседней американской аранжереи когда-то выращивали экзотические растения, сегодня проходят выставки. Регуляция по парку в Кусково приятна в любое время года. Интерьеры дворца и павильонов восхищают своим изящным и безупречным оформлением. Прошли годы, но созданные на средства графа Шереметьевых шедевры архитектуры и садового искусства до сих пор радуют гостей усадьбы. После Октябрьской революции 1917 года усадьба графа Шереметьевых была национализирована. Был создан Государственный музей-усадьба Кусково, который с 1 мая 1919 года был открыт для посещения. Все владельцы были казнены. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok